Приветствую, друзья! Пока в офисе президента выдумывают, что же врать украинскому народу в отношении реального положения дел вооруженных сил Украины на Донбассе и различных котлов, то у нас, знаете, такая ситуация происходит в медиаполе Украины, что порой смотришь на это и просто диву даешься. Давайте послушаем. Я понимаю, по настрою наших союзников у нас будет все, что необходимо нам. Да, безусловно, конечно же, все, даже ядерное оружие и авианосцы. Ну, я бы не сказал так. Они так говорят. На самом деле они боятся. Знаете, что они боятся? Об этом вообще не принято говорить. Они боятся, что пойдут к россиянам. Видимо, Гордон все-таки немножко насмотрелся тех видео, которые выкладывают российские военные корреспонденты. Там действительно очень много различного западного вооружения, дживелины, гаубицы и все остальное сейчас попадает в руки вооруженных сил Российской Федерации. И он точно так же делает такое заключение, что они могут все-таки на Западе бояться, что все это вооружение окажется в России. Но, тем не менее, давайте послушаем дальше Арестовича. Мы станем все слишком сильными. И впадем после победы в войне, впадем в какой-нибудь такой хартизм венгерского типа. Да-да, вы не ошиблись. Пока украинские военные сейчас находятся в котлах, например, в Горско-Золотом котле, или, например, в промзоне в Северодонецке, то эти все персонажи, как знаете, вот эти бабки на лавочке, рассказывают, что будет тогда, когда украинская армия всех победит. И весь этот бред, как известно, нужен только для одного. Чтобы украинцы не особо боялись ехать туда на фронт, когда их туда отсылают просто гигантскими партиями. Право национальное, агрессивное, адреналиновое, политическую культуру, которая побежит немедленно отвоевывать Беларусь, Молдову и этот самый. Я думаю, что не только Беларусь и Молдову будет отвоевывать украинская армия. Я думаю, что там и Луну могут отвоевать, и Марс, и там, знаете, Сатурн с Венеры. Я думаю, что тоже будут очень переживать, чтобы все-таки украинская армия дотуда не дошла. Не дай бог, как говорят некоторые, я вам не буду говорить, кто, вы на Запад развернетесь. Что мы с вами будем делать? Да, украинская армия может еще и на Запад развернуться и укусить руку, дающую оружие. И, как известно, знаете, Украина же самая крупная в мире база военно-промышленного комплекса. Это, знаете, не то, что там в каких-то Соединенных Штатах Америки, там, в Британии. Вот сейчас вот они надают оружие, и по логике вот арестовичей, там, и кордонов всяких, будут все-таки украинцы прямо, знаете, оружие-то на Запад направлять. Представляете, какой бред они несут? Самая боеспособная армия Европы, они говорят. Что, ну что, так говорят? Цитирую прямо. Я уверен, что даже именно этими словами и говорят. Вы невероятные, вы, украинцы, замечательные, прекрасные. Любые слова можем вам сказать, лишь бы вы шли дальше умирать за наши интересы. И я думаю, что эти сигналы они транслируют регулярно. И арестовичу, и прочим там, персонажам с нетрадиционной политической и прочей ориентацией. Друзья, небольшое объявление, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда гораздо больше информации, нежели на ютубе. И там всегда можно опубликовать ту правду, которая запрещена здесь. Но знаете, можно долго рассуждать, каким образом можно захватить Марс, но если вот просто перенестись в реальность, то реальность в Украине, она, знаете, она совсем другая. Давайте просто посмотрим, что, например, делается в Мелитополе, какая очередь выстраивается за российскими паспортами. Мелитополь, понедельник. Ажиотажный спрос на получение российского паспорта. Обратите внимание, что никаких автоматчиков нет. И это реально вся толпа стоит для того, чтобы получить российский паспорт. И сейчас, конечно, есть упрощенная процедура жителям Запорожской и Херсонской области реально этот паспорт получить. Ну а пока украинцы стоят вот в таких вот сумасшедших длинных очередях, там, знаете, по пять, по восемь часов для того, чтобы получить российский паспорт, то прочие персонажи, там, украинские, так называемые журналисты, вещают за то, что все-таки, знаете, мы как, когда Луну захватим, вот тогда замечательно будет, и Марс сразу захватим, и все остальные галактики тоже. Вы представляете, насколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы нести подобную чушь? И, конечно же, эти все персонажи понимают, что их главная задача просто загнать украинцев в окопы. Причем для того, чтобы поддерживать иллюзию для солдат украинских, что якобы их обязательно с плена на кого-то обменяют, делаются заявления даже целым начальникам украинского гура, которые заявляют, что все военные из Азовстали, которые сейчас находятся в плену и в ДНР, и в ЛНР, и в Российской Федерации, то якобы вот будут обменивать и так далее. Ну, знаете, месяц нужен, а может два, может три, может год, а может десять лет. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обещает в ближайшее время освободить из плена большинство украинских военных с Азовстали. И тут, я думаю, что можно вспоминать за медика Тайру, которая, как известно, никаким образом к военным не относится, но, тем не менее, вот есть такой прецедент, что вот этого парамедика поменяли. И, конечно, речь о военных вообще не идет, тем более о украинских националистах. Поэтому такие заявления начальника украинского гур могут свидетельствовать об одном, что реально этих людей обменивать даже не планируют, потому что такие заявления в медиа, когда делаются, то это предполагает, что никаких обменов больше не будет. Имеется в виду украинских военных, которые на Азовстали попали в плен. Для того, чтобы реально проходили обмены, нужна тишина. А мы видим, что такие заявления начальника украинского гур прямо свидетельствуют о том, что такие обмены даже не планируются. Ну а вот канцлер Германии заявил о том, что восстановление Украины будет задачей поколений. И рассказывал про различные там планы маршала, которые нужно будет Украине реализовать. И все бы хорошо, если бы не объективная реальность. Потому что задачей для поколений украинских будет это выплата кредитов, которые сейчас Зелинский набрал на государство Украина. И, конечно же, эти кредиты нужно будет выплачивать. И для того, чтобы платить хотя бы проценты по этому кредиту, то здесь, я думаю, как раз пригодится план маршала для того, чтобы эти проценты хотя бы частично гасить. Это прекрасно понимают и в офисе президента Зеленского. И Зеленский сам это тоже понимает. И поэтому ему нужно постоянно врать украинскому народу и выдумывать все новые и новые перемоги. Именно поэтому сейчас у Зеленского заявляют, что статус кандидата на вступление Украины в Евросоюз это невероятное событие вселенского масштаба. И все бы хорошо складывалось у Зеленского, если бы все-таки, опять же, не объективная реальность. И об этой реальности говорят европейские политики, причем открыто. Премьер Албании заявил о том, что в Северной Македонии кандидат уже 17 лет в Евросоюз. И если я не ошибаюсь, Албания 9. Мы приветствуем Украину, это хорошо, что ей предоставят статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет. И поэтому пока Зеленский рассказывает за вселенскую перемогу и вселенскую благодать от вот этого статуса кандидата в члены Евросоюза, то, конечно, второстепенные говорящие головы Зеленского говорят о том, что, ну, может быть, все-таки Украина вступит в ЕС, ну, наверное, в 29-м году. Но если не в 29-м, тогда в 39-м точно. Хотя Премьер Албании все-таки говорит, что, скорее всего, и Украина, и его страна вступят в Евросоюз, наверное, все-таки не в 21-м веке, а в 22-м. А вот Молдова со статусом кандидата в члены Евросоюза все-таки, знаете, очень жестко экономически попала. Потому что теперь Молдову обязали выполнять все антироссийские санкции. Как известно, для маленькой Молдовы это экономически сделают, ну, очень и очень сложно. Это, конечно, будет вести к обнищанию населения, уничтожению экономической кооперации Молдовы с Россией. Но кого-то волнует, когда нужно срочно воевать с Российской Федерацией. А поскольку ядерным оружием это страшно, тогда различными санкциями. И, конечно, Британия в этом деле максимально преуспела и ввела очередной пакет антироссийских санкций. Причем в этот санкционный пакет вошло также запрет на использование британского фунта стерлинга Российской Федерации. И здесь, я думаю, что это просто гениальное решение. Потому что, как известно, Британия входит своим фунтом стерлингом в так называемый пул резервных валют. Которые, конечно же, другие страны коллекционируют для того, чтобы совершать различные транзакции международные. А теперь мы наблюдаем ситуацию, когда Британия сама запрещает пользоваться своей валютой резервной, так называемой. И, конечно, другие страны это видят. И, конечно, это повышение риска пользования британской валютой другими странами. И это говорит о том, что, по сути, британцы сами себя выбивают из статуса резервной валюты. Ну и в то время, пока Британия стреляет, условно, сама себе в ногу, то военные Британии говорят, что скоро даже стрелять себе в ногу будет нечем. Потому что гигантское количество британского оружия передали в Украину. И у самих, собственно, уже осталось очень мало. И для восстановления хотя бы вот того же уровня, то нужно как минимум 2-3-4 года. Ну что ж, пожелаем Британии, конечно же, дальнейшей деградации. Ну и на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно сказать значительно больше, чем на ютубе. До скорого!